Гультиан Хаипова на протяжении 10 лет работает медсестрой в стационарном социальном учреждении номер 2 города Токму. Она работает в частности с тяжелобольными инвалидами-психохрониками, которые не могут самостоятельно передвигаться, кушать и обслуживать себя. Под ее наблюдением на данное время находятся 33 получателя услуг, которым нужен постоянный уход и медицинское обслуживание. У многих получателей услуг есть родственники, которые их иногда забирают к себе домой, но через некоторое время обратно привозят их сюда, так как не могут за ними должным образом ухаживать. Им нужен особый уход. Мы должны вовремя их покормить, провести лечебные процедуры и создать для них благоприятные условия. Работа у нас сложная, как в физическом, так и в моральном плане. Работники данного учреждения прилагают все свои усилия для того, чтобы поддерживать здоровье получателей услуг. На сегодня в данном учреждении проживают 199 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Я здесь работаю на протяжении 10 лет, и за это время наши получатели услуг стали для меня как родные. Мы всем коллективам оказываем и медицинскую, и бытовую помощь, поддерживаем их здоровье. В Токмакском психоневрологическом социально-стационарном учреждении номер 2 проживают 199 лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалиды первой и второй группы, а также лежачие больные, за которыми ухаживают 147 сотрудников. Ежедневно на их питание выделяется 100 сомов, а на медикаменты 12 сомов – 50 тын. Директор учреждения Бурултуману отмечает, что за счет спонсоров им удалось построить новую баню на вес для того, чтобы получатели услуг могли обедать на улице в теплое время года. Кроме этого, они получили грант от Японии в размере 70 тысяч долларов, на который они собираются улучшить условия учреждения. Ну а сегодня у них начинается постройка новой просторной столовой. Мы всегда обращаемся к спонсорам. Хорошо, что среди людей есть такие люди, которые помогают. Нам помогают, у нас есть постоянные спонсоры, многие люди нам помогают. Такой торжественный день у нас вложение капсулы в обеденного зала. И вообще вот инициативу берет фонд Джарокер во главе с Тунгатаровым Мурзабеком. Вот спасибо, что есть среди людей такие люди. Со дня функционирования данном учреждении не было столовой и бани. Из-за этого получатели услуг в зимний период времени питались в комнате отдыха, а летом на улице под открытым небом. Недавно один из спонсоров построил им баню, а фонд Джарокер помогает им при постройке столовой. На торжественной церемонии закладки капсулы для постройки отдельной столовой для получателей услуг приняло участие министр труда и социального развития Талайгуль Исакунова, которая выразила слова благодарности за столь тяжелую работу всем работникам учреждения, а также рассказала им о ближайших планах по улучшению данной сферы. Сейчас мы поднимаем пособия для детей с инвалидностью, мы поднимаем пособия для лиц с инвалидностью с детства. Уже последние 6-7 лет не поднималось, но сейчас на 33% поднимаем с июля месяца. Также следует сказать, что буквально вчера в парламенте было обсуждение инициативы, которая очень многие годы не реализуется. Это оплата труда родителей, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. И мы сейчас говорим о том, что этот проект в ближайшем будущем это будет реальностью. После ознакомления с ходом строительных работ Талайгуль Исакунова вручила двоим детям с ограниченными возможностями здоровья многофункциональные инвалидные коляски иностранного производства в стоимости около 30 тысяч сомов. После чего министр также ознакомилась и с психоневрологическим домом-интернатом номер один города Тухмок, в котором получают лечение около 200 мужчин с расстройствами психики. Дюбек Шашамбейва, Нурдан Гарбеков, пирамиды.